Доброе утро, коллеги! С вами Исаков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютных пар и индексов на предстоящий день. Четверг, 8 марта и перед началом, пользуемся случаем, хочу поздравить прекрасную половину трейдеров с международным женским днем. Ну а мы с вами посмотрим, что на текущий момент у нас происходит на финансовых рынках и начнем, как всегда, с пары евро-доллар. По паре евро-доллар тенденция восходящая сохраняется. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера на уровне 1.2442 и движение дальше уже в область 1.25-1.26. Начало коррекционного движения, значит вероятное снижение будет ожидаться после обновления минимальных значений вчерашнего дня. Это уровень 1.2384. Пара британский фунт американский доллар также продолжает свое восходящее движение. Цели роста это обновление максимальных значений, которые мы видели вчера в среду и во вторник, то есть уход выше отметка 1.3930 и движение в область 1.40. Возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений, которые были зафиксированы вчера на уровне 1.3845. Пара американский доллар, канадский доллар пока сохраняет свое восходящее движение. Ближайшие цели роста это обновление максимальных значений этой недели, то есть уход выше уровня 1.30 и движение дальше в область 1.3113. Возврат к продажам произойдет в том случае, если мы видим закрепление ниже уровня 1.2875. Это минимальное значение, которое мы видели начиная с 5 марта понедельника. Пара американский доллар, японская иена на текущий момент находится в нисходящем движении. Цели по снижению это уход ниже уровня 1.10545 и движение дальше в область 1.10413. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальных значений, которые мы видели вчера. Это уровень 1.10623, но более важным подтверждением будет уход выше уровня 1.10645. По паре австралийский доллар, американский доллар также тенденция восходящая сохраняется. Цели роста это движение в область 79.09, ну а возврат к продажам будет рассматриваться после преодоления минимальных значений вчерашнего дня. Это уровень 77.71. Пара еврофунт также продолжает свое восходящее движение. Цели роста это уход выше максимальных значений вчерашнего дня, то есть уход выше уровня 89.67 и далее движение на 90. Возврат к продажам будет актуален после закрепления ниже уровня 89.18. Это минимальное значение, которое было зафиксировано вчера. По золоту также тенденция восходящая сохраняется. Цель роста это уход выше уровня 1.340 максимум, который был зафиксирован вчера и движение дальше в область 1366. Если золото удастся закрепиться ниже уровня 1322, то вероятно начало развития коррекционного нисходящего сценария. По нефти марки Brent тенденция нисходящая сохраняется. Цели по снижению это уход ниже минимальных значений, которые были зафиксированы вчера в области 63.90, движение далее на 63.24, ну и более среднесрочная цель движение на 61.74. Возврат к покупкам будет рассматриваться после преодоления максимальной значения вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 65.87. По индексу DAX на текущий момент тенденция нисходящая в рамках часового таймфрейма сохраняется, хотя общая картина среднесрочная у нас говорит о восходящем направлении, но для полноценного подтверждения настроя двигаться в область 12662 нам необходимо увидеть закрепление выше уровня 12284. Это максимальное значение, которое было зафиксировано вчера. Если индекс DAX отобьется от этого уровня, то продолжение нисходящего движения в рамках часового таймфрейма будет в приоритете. По биткоину коррекция продолжается. Вчера мы доходили до уровня 9385. Там располагается среднесрочный уровень, прохождение которого уже откроют предпосылки на более затяжное снижение по данной криптовалюте. Ну а возврат к покупкам будет рассматриваться после обновления максимальной значения вчерашней торговой сессии, то есть уход выше уровня 10837. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошего торгового дня, всем дамам хорошего праздника и увидимся уже на следующих видео обзорах. Всем спасибо и до свидания.